Приветствую вас, и вы знаете, я посмотрел ваш первый вопрос, который вы задавали в разделе эзотерики, там вы достаточно коротко написали, каковы дальше развития отношений. Вот, по моему мнению, вы немножечко ошиблись, как бы даже не ошиблись, а вы подумали, наверное, что по такому же принципу, по какому вы задали вопрос в разделе эзотерика, по такому же принципу можно задать вопрос в разделе психологии, а, к сожалению, это работает немножко не так, вам нужно определить более конкретно, в чем заключается для вас поиск себя, вот как вы пишете. То есть, поиск себя это очень обширная сфера, в которой вы можете легко забудутся и потерять вообще себя, потерять ориентир, потерять то, куда вы идете. Зачем вы идете, ну и так далее. И вот, чтобы этого не произошло, нужно, я бы сказала, понять. Вот вы хотите по вашему сообщению, да, найти себя. Найти себя. Это, в принципе, хорошая задача, но ее одной, этой задачи мало. Вам нужно, во-первых, понять, что сейчас у вас есть, что вам не нравится в себе, что вам не хватает, что вы хотите в себе поменять, что вы хотите, может быть, в себе изменить и так далее. И вот, в зависимости от этих вещей, в зависимости от ответа на эти вопросы, с вами и можно и нужно работать. Это то, что касается поиска себя. Потому что, ну, вы, я надеюсь, понимаете, что поиск себя очень может быть затяжным. И не в ваших интересах, и вообще ни в чьих бы то ни было интересах, его затягивают в этом поиске. Потому что, ну, потому что, можно потерять себя еще больше. То есть, вы сейчас найти себя хотите, а можете еще больше себя потерять. Из-за того, как раз, что и будете искать, сами не зная, например, чего. Но вообще, если, если смотреть на ваши, на ваш вопрос так, что вы хотите найти себя в том контексте, что, наверное, хотите знать, что вам нужно в жизни. Здесь только поможет вам определение. Определение того, что для вас наиболее привлекательно, что для вас интересно, что для вас имеет значение. Какие у вас, например, сильные стороны, какие у вас слабые стороны. И, в зависимости от этого, ну, как бы, строить свою деятельность. То есть, в принципе, ответом на этот вопрос является вот такая парадигма, если угодно. Теперь вы пишите, как избавиться от внутреннего страха. Если честно, внутренний страх это вообще что? Что вы подразумеваете под внутренним страхом? Вы чего кто боитесь? Ну, понимаете, к подходу, к подходу вопроса страха, нужно быть очень аккуратным. Вы задаете свой вопрос очень общий. И мне бы хотелось, чтобы вы его консультизировали. Чего вы боитесь? Но в любом случае, в любом абсолютном случае, вне зависимости от того, чего вы боитесь, чего вы опасаетесь, можно и нужно говорить о том, что страх это всегда ир, рациональное представление. Это магическое представление. Это представление, которое не обрабатывается разумом, не обрабатывается сознанием. И из-за этого вы боитесь, что вы не отдаете себя отчет в том, чего именно вы боитесь. Человек, к сожалению, такое существо, которое боится, значит, только того, что не известно ему. Если вы поймете, чего именно вы боитесь, это уже перестанет быть вашим страхом. Это станет немножечко другим. Это станет не страхом, а определенным негативным обстоятельством вашей жизни. И вы сможете как-то уже адаптировать свое поведение, оглядываясь на данный негативный факт. То есть общим ответом на ваш общий, к сожалению, вопрос будет именно такой. И вы сможете перенести страх из области магических представлений неосознаваемых в область рациональных, в область радума, в область сознания. И это поможет вам решить ваши задачи. Это поможет вам перестать бояться. По крайней мере, по крайней мере, это поможет вам хотя бы понять, чего вы боитесь. А если понять, чего вы боитесь, то можно относительно легко двигаться к тому, чтобы избавиться от этого страха. В принципе, на этом, я думаю, можно закончить. Потому что вопрос очень общий, на него можно очень долго говорить, очень долго отвечать. Например, есть разные подходы к работе со страхом. Есть различные подходы к поиску себя. Так как это личностный рост. Есть различные направления работы по развитию себя. Есть направления поиска причин, по которым у вас такая ситуация случилась. Что заставило такую ситуацию быть в наличии вообще. То есть, все вот это вот с вами нужно обсуждать. И если вы хотите действительно решить свои вопросы, то это нужно обращаться к специалисту, к эксперту, любому хотя бы на нашем ресурсе, и прорабатывать с ним данные направления. Поиск поиска себя, это значит, что вы не уверены в себе. Не уверены в себе, может быть, как раз таки, опосредованно страхом или наоборот. Но это еще предстоит выяснить. И вот вы уже получаете, ну, если угодно, вы уже получаете некоторые решения своих проблем. Некоторые, ну, некоторые, ну, получаете некоторые пути решения своих проблем. На этом, я думаю, все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Я надеюсь, что вы примете верное решение относительно вот того, что вы будете делать. Я надеюсь, что вы будете все-таки дальше двигаться в сторону распространения своих проблем и получения профессиональной помощи экспертов. Желаю вам всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...